Мне очень, скажем так, зашло и увлекло ваш влог, я не все успела посмотреть, да, но первые серии я посмотрела вот этот жанр, вот что здесь, скажем, какие здесь особенности. Вообще делать видео и снимать сериал про свою жизнь, я считаю, это самое крутое, что можно делать, по сути. Другое дело, в какой форме. Влог, да, это одна из форм, но она тяжелая в плане реализации. Не, не, реализация это все ерунда. Вообще вот про съемки, про реализацию вообще лучше отодвиньте, это то, что можно действительно делегировать, то, что можно купить. Содержание контента ровно вашего канала индивидуального никто не может сделать, никто, понимаете. Можно посоветовать что-то, это все помощники, понимаете, все, кто снимает, это все помощники, это все можно купить. Это, условно говоря, знаете, современной экономики, думать о станках сильно. Какой есть смысл? Ну, станки будут. Будет даже какой-нибудь завод, которым, может, даже не надо тебе завод ставить. Думай, как продавать. По сути, так же. Точно так же здесь не надо думать там, вот именно вот эти сложности. Ну, вы будете думать о том уже, когда точно будете делать вот этот контент. Вот. Вообще глобально, если брать, то если вы, по большому счету, не знаете, какой делать контент, документируй. Рассказывай свою жизнь. Поэтому влог, когда вы рассказываете о своей жизни, это, в принципе, как вести дневник. У него уже есть, наверняка, вы знаете, что такой-то тоже эффект перепаковывания мыслей. Да-да-да. Да, фиксирование каких-то важных вещей. Влог – это тот же самый дневник. То есть вы, когда говорите, о чем снимаете, в принципе, тоже фильтруете, грубо говоря, что интересно вообще в вашей жизни происходит. Я вот с этим столкнулся. Условно говоря, если вы говорите, ну, мне нечего снимать, ну, тогда вообще задумайтесь, как вы вообще живете, по большому счету, понимаете. Ну, то есть если совсем нечего снимать. Ну, то есть поэтому здесь это тоже такой имеет эффект. То есть если внедрить эту привычку, как спорт. Вот, наверное, у меня больше сложность во втором. Как это ввести в привычку? Потому что, ну, когда я разговариваю, допустим, ну, мои эксперименты с SMM-менеджерами или с SMM-агентствами и так далее, когда я им рассказываю, ну, говорю, вот моя рабочая неделя, вот мой рабочий месяц, они говорят, ой, как много всего, как много контента. То есть я действительно живу интересно. У меня бывает очень много встреч с интересными людьми, например, когда с вами сегодня. У меня проекты в разных там городах. То есть даже если взять там осень, у меня география была Алматы, Астана, Дубай и Актубия, потом Актогай, Вьетнам или Турция. То есть, по большому счету, у меня каждую неделю что-то происходит, скажем так, в жизни или на работе. У меня была мысль, что, по большому счету, у меня даже если в Инстаграме просто с каждой какое-то вот, скажем так, событие даже делать небольшой рилс, или это уже достаточный контент. Но у меня уходит фокус весь на, ну, скажем, на мой проект. Вот я приехала, допустим, с клиентами, да, мы проводим тренинг в Дубае. Может быть, это моя некая увлеченность и мой там где-то перфекционизм, там, в моем деле. Но я порой бываю, забываю вообще сфотографироваться с людьми, там, или на видео снять, да, и так далее. И мне говорят, Лена, да почему приехала без контента? Да, да, да. И так далее. Вот здесь что можете посоветовать, чтобы вот начать это внедрять, как, ну, получается, как... Ну, смотрите, первое, надо понимать, что сами поездки, ну, условно говоря, или видео с них, это, конечно, не контент еще, это только часть, это, как сказать, такая оболочка. Ну, для Инстаграма они называют это контент, но это то, о чем я вам говорю. Не, ну, да, не, там же, получается, внутри-то есть что рассказать, а что там происходит. Опять же, взять тоже интервью того же, там, директора, с которым мы, да, там ездили, или еще что-то. Да. У вас это будет получаться, когда вы будете точно понимать, зачем это нужно. Понимаете? То есть точно понимать, зачем это нужно, как это работает. И когда вы будете получать какой-то фидбэк. Ну, вот, наверное, с Инстаграма это было больше, вот, мне ваше мысль откликнуло, что я не сильно понимала, что это мне дает. Я это рассмотрела больше как трату деньги, и я понимаю, что это создает потенциально, как вы сказали, доверие с кем-то там потом. Но вот здесь для меня результат был, это просто там какая-то картинка, или рилс, или история, и так далее. Может быть, поэтому у меня больше на YouTube, скажем так, да, интересно? Ну, вот, посмотрите, в YouTube вы можете, я сейчас просто технически могу сказать, вы можете вот так поставить телефон и уделить каждой локации, взять себе привычку, просто снимать вот так. Или условно повернуть на себя и говорить, ну, я в Макао. И вот так, все. Вот, начинать с малого. Потом, что вы делаете? Вы приезжаете домой, в Алмарту, выделяете этому время и рассказываете. Вот как я сейчас сижу и вам рассказываю. Я рассказываю, вот у меня неделя прошла таким образом. Сначала я поехала в Макао, там был этот, потом, ну, вот, в виде инженер, который это будет делать, вот, который это будет делать, он берет ваше видео с Макао. Ну, человек не может, чтобы вы там находились там, вы уже находились там, не обязательно, чтобы оттуда именно говорили вот этот текст, понимаете? Вот видите, я поняла, что не хватает вот этого, не хватает ясности и понимания, в том числе процесса производства, потому что, действительно, для меня большое напряжение, что я должна думать либо о себе и о своем клиенте, или я должна сейчас думать о контенте, и это как будто другая задача. Но если я вам скажу, видите, это же маленькими кусочками, если я вам скажу, ваша задача, пожалуйста, не забудьте. Там поснимайте. В каждой поездке, ну, снимите 10 секунд. Просто скажите, нравится, вау, так себе, погода плохая. Понимаете? В каждой, если у вас такой насыщенный график, из каждого привезите это. А потом сядьте и основательно расскажите, а чего вы там Макао, а как, а кто там был? Очень, вот это прям классный момент. Я поняла, что здесь, ну, как и в любом деле, да, очень много страхов и напряжения, когда ты не понимаешь, как это делается, ты рисуешь свои сценарии, свои пути, которые вызывают... Ну, тут еще работа со своим эго, смотрите. Очень, ну, мне кажется, важная часть малого. Не нужно, ну, я расскажу про себя. То есть, когда мое первое видео на канале, я его специально удаляю, хотя бы не за него очень стыдно. Я, во-первых, его записывал два месяца, то есть, и разные варианты. Я просто вроде бы говорю, я понимаю, я записан на телефон, все окей. Но я записал для себя отмазку, понимаете, потому что у меня очень много было, это 4 года назад, представляете, не так уж много было бизнес-блогеров там и так далее. Да, да, да. Вот. И я перебарывал через свой эго. Мне казалось, блин, кто-то из моих друзей скажет, нафига ты это делаешь? Что это вообще за блогерство? Что за YouTube? Ну, это же все для каких-то там подростков и так далее. Угу. И это все же только в моей голове было, на самом деле. Да, да. А я еще сделал такое видео, 5 причин, почему нужно. Я был прав, зачем нужно заводить блог. Потому что я же, я, ну, как и сейчас, я думаю. Ну, зачем ты записал про это видео? Ты, как бы, я беру и оправдываюсь перед вами. Ну, вы поймите, ну, и нужен этот YouTube. Ну, потому что вот это, и вот это, и вот это. Ну, зачем, понимаете? То есть, это было даже не для зрителей, только для себя. Для себя. Понимаете? Ну, вот, ну, по сути, поэтому это надо преодолеть. То есть, не нужно ждать полной картины. Сразу какой-то классный YouTube-канал. Ну, бизнес же тоже часто, ну, не так делается. Уже он такой маленький MVP, сидим, там, гараж, там. Потом потихонечку, потихонечку. Здесь точно такая же логика. Когда вы только погрузитесь, потихонечку начнете что-то понимать. А мы же говорим, что все-таки этим, назовем, надо уделять на это время. Уделять время не так, вот, типа, там, два месяца, там. А как раз-таки, почему я часто аналогия про фитнес, это нужно делать долго и постоянно. Вот у меня вопрос, как вы думаете? В достаточном, не в идеальном, но в достаточном качестве, вот, сколько нужно мне понимать, сколько из своего графика время выделять? Два-три часа активного времени в неделю. А, в неделю, да? Да, я думаю, что это было бы нормальным. Я сам, честно говоря, сейчас пришел к тому, что... Ну, я просто этим был сильно увлечен, но сам сейчас пришел к тому, что я тебе уделяю это просто полдня. В пятницу после обеда. Вот сегодня я записал, ну, там, три или четыре видео и еще вот это вот. А когда вы готовите идеи, что записывать в следующую пятницу? Это тоже все по пятницам происходит или как-то? Да, да, по пятницам. Мы совещаемся. У меня сейчас форматы такие, которые я не записываю. Уже сами форматы не такие. Ну, условно говоря, там, вот, подкаст. Вот давайте перейдем ко второму моему совету. Давайте я сейчас про влог расскажу. Влог вообще просто базово. Рассказывать про свою жизнь, всю жизнь, условно говоря, это круто, я считаю. Сам влог в производстве, я бы не советовал с него начинать. Потому что он немножечко уже про полностью понимание, как это работает. И там чуть-чуть такой, как бы... Режиссура нужна все равно. Не то, что режиссура. Только вы можете быть режиссером, но там нужно, условно говоря, как сказать, ТЗ есть в интервью. И ТЗ есть в подкастах, потому что вы понимаете, как это делать. Влог, он немножко такой. Он чуть-чуть там вольная такая интерпретация. Условно говоря, там в стихе же есть, там рифма. Да-да-да. Вот это, условно говоря, интервью, понимаете. Не знаю, в каком-нибудь другом литературе уже. А это такое вольное сочинение чуть влог. Как делать именно. Не про что, а как делать. Поэтому там немножко надо хорошо, как бы, чуть-чуть покопаться и понимать, как аудитория и так далее.